Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова. Ижевчанам утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду. Решение госрегуляторам было принято с учетом подписанного консессионного соглашения. Все цифры в репортаже наших корреспондентов. В повестке комиссии по госрегулированию более 100 вопросов, но четыре из них особые. Все касаются одного из основных поставщиков тепловой энергии, Жевчанам. Это УКС. Буквально накануне отношения удмуртских коммунальных систем с городом принципиально изменились. Теперь УКС не арендатор, а консессионер, который в течение 16 лет будет владеть объектами теплоснабжения, вкладывая в их содержание ремонт ежегодно по полмиллиарда рублей и никаких прав на продажу или передачу третьим лицам. Несмотря на то, что некоторые пытаются ввести в людей заблуждение, в консессионном соглашении прямую прописан запрет на отчуждение в любом виде теплосетевого имущества. Поэтому ни в каком виде, ни приватизация, ни уступка, ни продажа просто запрещена. Именно это прямая норма запрета в консессионном соглашении. Следить за исполнением будет город. Администрация смогла добиться больших полномочий для контроля, в том числе и права разрыва соглашения в одностороннем порядке. Но самое главное, во время переговоров, которые длились почти год, существенно снизили рост тарифов для горожан. Были рассмотрены предложения консессионера о величине тарифов на тепловую энергию и на горячую воду. Изначально переговоры начинались со 18 процентов роста. Сегодня вышли на цифры 106,55 – это повышение тарифов на тепловую энергию и 109,7 – это повышение платы за горячую воду. Таким образом, тепло для ижевчан подорожает на 6,5 процентов. Горячая вода в пределах 10. И новые тарифы будут применяться только через полгода, с 1 июля 2017 года. Комиссия также утвердила тарифы для Ижевской на холодную воду и водоотведение. С 1 июля 2017 года питьевая вода для ижевчан будет стоить чуть больше 18 рублей за кубометр. Канализацию около 13. Рост составит 30 процентов. Но идти на это вынуждает ситуация, объяснили эксперты. Предприятие справляется со своей задачей. Город без боев получает воду. Но вот сам Ижеводоканал терпит убытки. И очень серьезные. Чтобы не допустить критических ситуаций, тариф подняли. Еще раз подчеркну, рассчитывать по нему будут только через полгода, с 1 июля. Рост платы в рублях за кубометр воды составит всего 4,19 рубля. И даже с учетом повышения тарифы Ижеводоканала по-прежнему останутся одними из самых низких не только в республике, но и в целом по стране. Санитарные врачи республики предупреждают, в Удмуртии может появиться корь. Это вирусное инфекционное заболевание, которое считается одним из самых заразных, уже проявило себя в соседнем Екатеринбурге. Зарегистрировано там 83 случая заражения. Наши люди выезжают, поедут на новогодние праздники не только в Екатеринбург, но и в Москву. И поедут отдыхать за пределы Удмуртской республики. Так что риск заражения, конечно, существует. Особенно там, скажем так называемая категория группы риска. То есть люди, которые общаются, да вообще можно заразиться в торговом центре. В республике последняя вспышка кори была зарегистрирована в 2012 году. Тогда заболело 39 человек. Корь считается детской болезнью. Но болеют ею и взрослые. Особенно опасна она своими осложнениями. Первые симптомы схожи с гриппозными. Позже появляется сыпь. Вакцинация против кори, напоминают эпидемиологи, обеспечивает пожизненный иммунитет. На сегодня в регионе вакцинировано 98 процентов населения. А законодатели республики готовят законодательную инициативу. Депутаты считают, нужно ужесточать правила продажи спиртосодержащей продукции. Одно из предложений наших депутатов – наложить запрет на установку в населенных пунктах республики так называемых алкоматов, где за пару десятков рублей потенциально опасную жидкость может купить даже ребенок. Инициативу уже поддержали и другие регионы. Обратимся и к Государственной Думе, и правительству Российской Федерации об ужесточении данного законодательства. Мы сегодня в Государственном Совете готовим свои предложения к Совету законодателей Привозского Федерального округа с тем, чтобы уже в феврале месяце данный вопрос осмотреть. И в течение будущего года надо ужесточать законодательство. Владимир Невостроев считает, после Иркутской трагедии сделать это просто необходимо. Напомню, там от спиртосодержащих настоек погибло свыше 50 человек, десятки оказались в больнице. Новый железнодорожный вокзал открылся в Глазове. Объект для северной столицы Удмурти один из ключевых. Ежедневно он обслуживает до тысячи пассажиров. В ходе рабочей поездки обновленный вокзал посетил и глава республики Александр Соловьков. А чуть позднее он поздравил коллектив и ветеранов Чепецкого механического завода с юбилеем. Обо всем по порядку. Роман Вагинов. Здание Глазовского вокзала было построено почти полвека назад. Тогда оно вмещало 600 человек. Теперь здесь могут разместиться вдвое больше пассажиров. Строители завершили реконструкцию, заменили крышу, укрепили стены, фундамент и полностью обновили инженерные сети. Вот видите, что табло информационное, сейчас новые расписания, все. Автодиктор будет работать. Так, что еще? Детская игровая комната там. Комнату отдыха для пассажиров обновили. Ну, лучше стало. Лучше? Очень. Хорошо стало. Уютно. Очень тепло стало. Холодно раньше было на зале, сейчас очень тепло стало. Не забыли и о маломобильных группах населения. Здесь появился лифт и специальные указатели. Общая стоимость проекта порядка 520 миллионов рублей. Половину из них взял на себя республиканский бюджет. На очереди вокзалы в Можге и Сарапуле. В 2014 начался ремонт. И вот сегодня получилось просто жемчужина. Анатолий Федорович, огромное вам спасибо за то, что вы со своей командой, понимая эту ситуацию, делаете все для того, чтобы люди нам верили. И я думаю, что эта работа сделана на отличное. Мне очень приятно, что Александр Васильевич, возглавив республику, поддержал этот проект. И вот сегодня мы видим то, во что превратился вокзал города Глазово. А это вокзал, который обслуживает в среднем сутки до тысячи человек. Позже глава Альмуртии встретился с коллективом Чепецкого механического завода. Градообразующему предприятию Глазово в этом году исполнилось 70 лет. Сегодня здесь осваивают выпуск новых видов продукции, ежегодно увеличивая объем выручки на миллиард рублей. Наша планка в этом году, в 2016 год, закрыт с 14 миллиардами. Это хорошая цифра. Из этой цифры мы планируем иметь чистого финансового результата не меньше 2 миллиардов рублей. Все эти деньги будут направлены на инвестиции, на развитие самого Чепецкого механического завода. Что на самом деле самое важное. То есть деньги никуда не уйдут, деньги будут целевым образом потрачены на создание новых рабочих мест. Поздравляя заводчан с юбилеем, глава Альмуртии отметил, что главное достояние завода – люди, в течение десятилетий выполнявшие и выполняющие сложнейшие производственные задачи, которые вносят огромный вклад в развитие республики и страны. Роман Вагинов, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Альмуртия». В Альмуртии стали известны оценки за итоговые сочинения, которые ученики 11 классов писали 7 декабря. Это испытание для школьников обязательное и является допуском к сдаче единого госэкзамена. Ученики школ республики в целом с заданием справились, сообщили в Министерстве образования. Показатели на уровне прошлого года сочинения выпускники школ пишут уже третий год подряд. Ученики с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы вместо итогового сочинения писали изложения. Из 6449 участников, которые выписали сочинение, незачет получили 43 человека. Если сравнивать с показателями прошлого года, то это практически та же цифра. Но из-за изложения, в котором принимали участие 225 человек, незачет получил один человек. Возможность получить допуск ЕГЭ у школьников еще будет. Второй шанс им предоставят 1 февраля. А накануне в Удмуртии приняли присягу 1 юно-армейцы. Посвящение прошло в Центре патриотического воспитания. Отряд пока что небольшой, всего 37 бойцов. Но в штабе уверенно, это всероссийское движение со временем охватит всю Удмуртию. Светлана Буланова познакомилась с первыми юно-армейцами и узнала, какое задание они получили на присяге. Я вступаю в ряды юно-армии перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь. Это исторические минуты, первое в Удмуртии посвящение в юно-армейское братство. 37 кадетов дали клятву. Даниил Кононов в их числе и не случайный. Седьмой год учится в кадетском классе 31-й школы и всегда в числе лучших. Я сюда живу в садике, мимо школы проходила. Смотрела, как там машировали. Мне это тоже понравилось. Попросила маму учиться в этой школе. Сейчас я тоже живу военной. Военный комиссар Удмурти вручил знамя начальнику штаба регионального движения. Каждый юно-армеец получил значок с символами движения. Отличает бойцов и форма. Правда, пока что она есть не у всех. Нам выдали берцы. Вот такие вот берцы. Штаны. Толстовки. Там еще футболки красные. Сумки вот такие. Красный берет означает принадлежность к сухопутным войскам. Появятся в России юно-армейцы с голубыми беретами ВДВ и с зелеными погранвойск. И все пройдут усиленный курс истории Отечества. Больше предметов по военной подготовке упор идет и на патриотическое воспитание. Это знание истории Отечества, знание истории вооруженных сил. То, что сейчас в школах очень мало времени уделяют. Вот это принципиально отличие. В региональном штабе юно-армейцев уверены, это всероссийское движение скоро подхватит вся республика. В планах охватить каждое муниципальное образование республики. То есть каждый город, каждый район, каждый поселок, где есть желающие участвовать в юно-армейском движении. Инициатором этого движения, создания этого движения стало Министерство обороны. И с одобрения Верховного Главнокомандующего нашей страны президента эта работа началась. Юно-армейское движение не ставит перед собой цель выделяться в какой-то особый отдельный рот военно-патриотической работы. Основная цель и задача – это объединить как раз все направления патриотической деятельности среди молодежных клубов. И здесь же на присяге первые в Удмуртии юно-армейцы получили первый приказ – совершить 12 тысяч добрых дел. Светлана Буланова, Руслан Урия Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok